Аты-баты шли солдаты. Призыв на срочную воинскую службу в Украине продолжается. Правда, говорят люди в погонах, речь идет исключительно о новобранцах во внутренние войска МВД. Их отбирают буквально единицы, а среди тех, кто не соответствует критериям, проводится агитационная работа. Парням предлагают идти служить по контракту. О том, как усилить работу в этом направлении, отцы-командиры обсуждали на заседании круглого стола. Информация о том, что призыв на срочную воинскую службу отменен, воспринят не совсем верно. По слам армейских офицеров, в этом есть одно «но». Во внутренние войска МВД новобранцев таки будут набирать. План области на весну этого года – 180 юношей. Критерии отбора суровые, а тем, кто не подходит, люди в погонах предлагают идти на контракт. Да, разъяснена информационная работа, что касается подраздела внутренних войск МВС, призыв продолжается. А Збройные силы комплектуются выключенными військовослужбовцами контрактной службы, как військовозобовязанными, так и среди призывников. По слам участников семинара, главная тема которого – успехи в наборе контрактников, договор с Минобороны с начала года в Запорожской области подписали 45 человек. А нужно к декабрю отправить как минимум 300. Офицеры утверждают, идти служить в армию сегодня престижно. Обещают зарплату, льготы и жилье. К примеру, с 1 января денежное удовольствие увеличено на 60%. Солдат получают почти 2500 гривен, старший прапорщик – более 4. Имея такие козыри, уверены в военкомате, план по контрактникам они выполнят.